Новый способ изоляции – поездка в деревню. Именно так многие граждане республики решили переждать вспышку коронавирусной инфекции. Однако поможет ли это избежать заражения и необходимо ли соблюдать какой-либо режим, находясь в деревне? На эти вопросы ответят наши врачи. Главное правило – не контактировать с другими, находясь даже за городом, пренебрегать этим пунктом, как отмечают абхазские медики, не стоит. Находясь в деревне, ходить в гости, встречать гостей тоже не показано, потому что в деревне тоже приезжают родственники, тоже могут принести с собой несимпатичные заболевания, так как коронавирусная инфекция относится к высококонтагиозным инфекциям, которые очень быстро передаются от человека к человеку. Пока это первое и основное правило. И несмотря на то, что жизнь за городом не может гарантировать стопроцентную защиту от коронавируса, риск заражения за счет небольшого скопления людей существенно уменьшается. По словам врачей, такой своего рода карантин в деревне только приветствуется. Есть такое, как кто предупрежден, тот вооружен. И в данном случае лучше профилактика, чем лечение заболевания, лечение которого не разработано, и нет препаратов прямого противовирусного действия, доказанных эффективных. Поэтому в данном случае то, что многие граждане самоизолируются, это говорит о том, что они хорошо понимают ситуацию и дорожат своим здоровьем прежде всего. Поэтому это будет только приветствоваться со стороны медиков. Я, конечно, думаю, что это будет одним из выходов из ситуации, по крайней мере одним из пунктов, потому что мы, надеюсь, этот вирус сюда не получим и не распространим, по крайней мере. Такому способу карантина сегодня последовали многие граждане республики. Все чаще в социальных сетях можно наткнуться на публикации, в которых жители республики рассказывают, что временно переехали или планируют переезд в свои села. Одна из главных причин – это свежий воздух и возможность без опаски выйти с семьей на прогулку. В самоизоляции мы находимся за четвертые сутки. Это решение было принято добровольно, осознанно, потому что, исходя из сложившейся ситуации, мы стараемся минимизировать любые риски. Это и понятно, когда в доме дети, и контактируешь также и со взрослым поколением. Поэтому ближайшие дни, они солнечные, как вы видите, это весенние дни. Очень хочется выйти на улицу, но пока мы находимся дома, несмотря на то, что на улице не так часто встретишь людей. И мы все чаще задумываемся о тем, чтобы поехать в деревню и провести там ближайшие дни. Одновременно такой способ самозащиты для некоторых стал возможностью развивать свое приусадебное хозяйство. Если раньше у абхазского археолога Руслана Барциц на такое дело времени хватало не всегда, то сегодня все обстоит иначе. Когда этот карантин начался, я начал высаживать их. Я посмотрел, вчера как раз посчитал, больше 60 корней разных фруктов. Всем нам, по мере возможности, конечно же, нужно возвращаться в свои деревни. Выделить у каждого, если даже ушел в город, уехал по другим разным проблемам, работу нашел, учился там, а там остался и так далее. Все равно клочок земли в деревне у себя, там, где отцовский дом стоит, можно выделить. Нам, наши родители, даже вот еще в 70-х годах, когда мы уходили в города на учебу, говорили, это ваш дом. Вот каждому мы выделили по 5-6 соток, земли там в деревне там много. И выделяли земли, и мама говорила, вот приезжайте, стройте дома, приезжайте летом, вот так чаще будем видеться. И все это мы знали, и я всем рекомендую, у кого есть такая возможность, в общем-то, возвращаться. Возродить сельское хозяйство весьма непростое, но во многом подходящее время призывает из Петрипарламента Валерий Кварча. В своем обращении к народу 25 марта парламентарий рекомендует гражданам хотя бы на период вспышки коронавируса вернуться в родные села. Я бы хотел обратиться и к нашему народу, и к правительству, ко всему. Надо нацелить наших людей на то, чтобы мы обратились к земле, к нашей стратегической культуре, к кукурузе, фасоли. Мы на самом деле должны серьезно заняться сельскохозяйственными делами, если мы хотим обеспечить автономность существования, период, вот этот сложный период нашей истории. По мнению абхазского агронома Георгия Пантия, республика как раз находится в благоприятных для этого условиях. Выращивать сегодня можно все разновидности овощных культур. Чтобы у каждого человека была своя продукция, в данное время климат очень благоприятный, все у нас тепло, и весьма актуально заняться такой сферой деятельностью, как сельское хозяйство у себя на дому непосредственно. Даже вот при таких оптимальных условиях, как сейчас, мы можем заниматься теплицами элементарно на солнечном обогреве, то есть без всяких затрат на электричество, без всяких затрат вообще. Можно, конечно же, заняться той же самой персикой, до сих пор даже при цвете, когда персик цветет, можно его обрезать, и весьма это актуально на сегодняшнее время, несмотря на то, что уже тепло. Также, конечно же, можно любые плодовые деревья, будут это цитрусы, будут это семечковые, косточковые, без разницы, можно заниматься там элементарно удобрением, носить какие-то минеральные удобрения, это все расчищать. Вообще после зимы всегда у нас участки там бывает, какая-то ветка упала, там дерево упало, сухостой, какие-то на деревьях подалицу убрать из-под деревьев, там может листья какие-то старые. Это все источники заболевания растений. Массу мероприятий, которые можно проводить в селе. Найти себе дело по душе и посадить необходимое в личном огороде сможет каждый. При этом, находясь вдали от коронавирусной инфекции и в наибольшей безопасности, не стоит забывать и о других заболеваниях. Любое переохлаждение, тоже самые физические нагрузки большие будут вести, потливость, а сейчас погода такая у нас как очень неустойчивая, поэтому возможно будет переохлаждение и развитие других заболеваний, которые мы не можем отменить карантином. Поэтому лучше все-таки умеренная физическая активность, которая не вызывает выразованную потливость, переохлаждение. Все в умеренном количестве и без контактов с другими людьми. Главные рекомендации абхазских врачей. По их мнению, карантин в деревне не только снизит риск заболеваемости, но и позволит более легче и спокойно переждать вспышку коронавирусной инфекции. Виола Барганжа, Сосырква Гухава, Эдуард Аракелян, Апаза ТВ.